Новое видео выходит каждый день в 20.00. Давайте сегодня без долгих вступлений в начале, потому что вы знаете, что вот мои новости, вот что бы я тут ни говорил, они все равно будут намного лучше, чем Брулёва, по причинам, которые я уже рассказывал в других выпусках новостей. Если вы их не смотрели, то я вам настоятельно, даже возможно категорически рекомендую посмотреть вот эти прошлые мои выпуски новостей, потому что они все равно будут лучше, чем у Ярослава Брулёва, который снимает их на фоне кровати. Хуяры! Также этот миленький полный хочет добить к лету 23 подписчикам. Быстро в машину, дура! Окей, садимся. Я хочу, чтобы большинство зрителей, как у населения Ютуба это нравится. Промокод хэштег Луня. А если не хотите, то... После последнего обновления на Аризоне появилась возможность регулировать цену аренды транспорта, благодаря чему те молниеносно скакнули. Исполнительный директор проекта написал про данное новшество отдельный пост на своей странице, где призвал владельцев устанавливать актуальные цены, иначе они будут наказаны администрацией. Также, возможно, скоро появится отдельный пункт в правилах касательно стоимости аренды транспорта. Вот так пишет редактор. И вы знаете, я вот тут как никогда, кстати, согласен. Ведь, ну просто вот большие цены это какой-то полнейший пиздец. Однако вы знаете, вот большие цены, они все равно намного лучше, чем у Ярослава Брулева. Amazing The M. Из недавнего поста в группе проекта узнал, то есть редактор узнал, что к Amazing The M можно подключиться с помощью лаунчера, который был создан для КРМП проекта Amazing Roleplay. В отличие от последнего, на Amazing The M нет какого-то модпака, а во время загрузки файлов игры будут загружаться оригинальные GTA San Andreas. Ну, вы знаете, вот это Amazing The M, Amazing КРМП и так далее, ну, мне кажется, что то хуйня, что это хуйня. Однако на Amazing The M я не играл, а Amazing КРМП это... КРМП. Поэтому я думаю, тут не требуется каких-то дополнительных объяснений, почему вот Amazing хуйта. Хотя на The M сервере, я думаю, рано или поздно мне нужно будет поиграть, дабы сложить уже какое-то окончательное мнение по поводу всего этого. Но меня вот, знаете, вот эта вот вся зомби тематика, она не особо цепляет. Я играл в Left 4 достаточно много, я играл в другие зомби-игры также немало. Вот Dying Light, наверное, последняя игра, в которую про зомби, в которую я играл. И вы знаете, вот эти вот игры про зомби, они впечатляют только вот там на первые несколько раз. Потом уже, ну, это что-то такое обыденное. Тем более вот это в GTA. Ну, ладно, я думаю, что я в будущем посмотрю. Flynn Roleplay. Уже чинжлок, пишет редактор. Да, мирное обновление 1.7.2.3 точка. Исправили выход на чердак в домах с 15 квадратными метрами. Исправлен слет транспорта на стоянку LV. Исправлены госцены автомобилей. Исправлен слет команды Slashradio. Исправлена команда Varistozks... В общем, неважно. Убраны подковы. В скобках праздник закончился. Исправлено отображение текущего дня в Slashbonus. Сделаны для семей две новых настройки. Теперь можно назначить ранг, который сможет повышить других участников. И теперь на каждый автомобиль можно индивидуально выставить опцию, с какого ранга он доступен. Другие фиксы и исправления, которые, по всей видимости, редактор не захотел писать. GHV Project. 26 апреля у GHV Project появился трейлер сервера. Правда, больше он тянет на промо. В любом случае, неплохо. Ребята готовятся к пиару. И вот, вы знаете, так как я авторитетный, объективный, неподкупный обзорщик GTA Sam серверов в данной галактике, я думаю, что вот самый первый обзор на ваш сервер, GHV Project, должен заснять вот именно я, чтобы я, так сказать, разведал обстановку и уже сказал там, как 3 из 10, нет, 3 из 10, нормальные админы, там плохие админы, как там экономика и так далее. Но, я думаю, вы меня понимаете. А Diamond Roly Play, это, знаете, последняя такая новость на сегодня, поэтому давайте поговорим про неё, ну вот, максимальное количество времени. Diamond Roly Play. Один из ютуберов начал проходить квесты на Diamond с читами, что, естественно, нарушает правила сервера. Отправляется в копилку с недовольствием по поводу ROM и Dita. И вы знаете, вот я поначалу подумал, что он, как обычный игрок, юзал читы, его не забанили. Однако, нет, я увидел, что там, типа, есть вот эти вот, знаете, админские циферки, админские вот эти вот айдишники, которые подразумеваются в использовании каких-либо читов. Я понял, что, типа, ну, разве админам запрещено использовать читы, или что, тем более, это ютубер, тем более, это для контента. Однако, насколько я знаю, у Diamond к ютуберам и к игрокам одинаковая политика, но, блядь, он же админ. Неужели админам на Diamond нельзя юзать читы? Кстати, вот если вы обратите внимание в правый нижний угол, то сможете заметить, что там ДРП-факт, и, вы знаете, ДРП-факт, оно вот так вот, вот одно из самых первых узнает, вот это вот самое сообщество, оно одно из самых первых узнает про все вот такие штуки, потому что, типа, оно следит за Diamond и так далее. Не знаю, зачем я это вам сказал, однако, блядь, ну, в самом деле, если ютуберам, вернее, админам нельзя юзать читы, то, ну, блядь, ну, а как тогда адменить? Ведь читы на админке, это, ну, я не знаю, это необходимо. Это, в самом деле, необходимо для того, чтобы комфортно вот так вот адменить, если там запрещены читы на админке, то, ну, я не знаю, к сожалению, я не смог найти никакую информацию по данному поводу, потому что я не искал. Но вот вы знаете, эти новости, они будут все равно лучше, чем Убрулева, даже если они будут идти чуть-чуть больше, чем 6 минут, или вот как раз-таки 6 минут, потому что, ну, мне это надо, знаете, вот. Ну, ладно, это все равно будет намного лучше, чем Убрулева. А на этом я думаю, что вот этот самый мой дайджест можно закончить, да? Он получился коротким, потому что новостей было достаточно мало за вот 1 мая, да, вот это вот выпуск новостей с дайджестом за 1 мая, хоть и сейчас какое у нас мая, а я вам скажу, сегодня у нас 7 мая, то есть через 6 дней после выпуска данного дайджеста выходит данный вот выпуск новостей. Однако не нужно тут меня обвинить, ведь данный выпуск новостей, он будет все равно намного лучше, чем Убрулева. По многочисленному количеству причин, которые тут я уже не буду называть, дабы вот не тянуть хронометраж до каких-то невъебенных масштабов по типу там 10 минут, или 11 минут, или, возможно, даже 12 минут, да я думаю, что это не особо-таки важно. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного выпуска новостей. Увидимся завтра тут же в 20.00. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok